всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу записать такое короткое видео скорее всего как больше как анонс анонс одного из моих продуктов который был создан уже давно но я о нем упоминала в прямых эфирах но и по моему даже где-то во вступлениях к некоторым раскладам но анонс не записывал вот сегодня я решила записать анонс для своих диагностических медитативных сказок и рассказать вам подробно что это за продукт для кого он что он дает на самом деле это скорее всего одно из самых сложных для меня описание продукта почему потому что этот продукт был придуман мною из как идея достаточно давно по моему лет шесть назад когда я еще работала коучем мне очень нравится работать с нашим бессознательным и вот буквально недавно несколько месяцев назад я узнала что в да у есть аналогичная практика но опять-таки не совсем ну такая но не совсем схожи что такое диагностические медитативные сказки ну как диагностические это понятно они что-то должны диагностировать медитативные потому что сам формат того когда проходит уже эта сказка наверно нет по-другому скажу это услуга начну с того что чем она полезна эта услуга помогает нам в зависимости от того какую сказку мы выбираем а и 2 эта сказка про изобилие основанная на ценностях человека и вторая сказка это про здоровье в зависимости от того какую сказку вы выбрали мы диагностируем если эта сказка про изобилия мы диагностируем ваше восприятие основных человеческих ценностей для чего это нужно для того чтобы в самом процессе когда мы начинаем работать с этой сказкой наше бессознательное показывает наше отношение и когда в дальнейшем я интерпретирую то что мы видим в сказке во время прослушивания сказки когда я начинаю интерпретировать образы то здесь могут всплыть определенные блоки либо убеждения либо какие-то сценарии либо наоборот что-то такое хорошее и позитивное что помогает человеку двигаться по жизни поэтому название диагностически не случайно что касается медитативного момента медитативно это связано с тем что сказку я зачитываю под расслабленную музыку музыку клиент каждый выбирает сам для себя это могут быть медитативная какая-то музыка может быть просто инструментальная музыка может быть какая-нибудь расслабляющая то есть у каждого она своя под свой вкус под эту музыку расслабляющую я начинаю зачитывать сказку и вот вся вот эта вот атмосфера мой голос достаточно медленный не выразительные при зачитывании сказки интонации плюс расслабляющая музыка она создает доверительные отношения между мной и клиентом и одновременно его расслабляет когда происходит расслабление то есть происходит доверие между нами то защитный механизм нашего ума он в некоторой степени ослабевает я не могу сказать что полностью он исчезает но он ослабевает то есть контроль как таковой он именно процессов мышления он снижается насколько это возможно и вот в этот момент под музыку под расслабление под всю вот эту вот атмосферу человек имеет доступ к своему бессознательному да то есть мы входим в некое такое видоизмененное состояние состояние фантазии возможно до каких-то вот мечтаний и во время сказки поскольку сказку мы прослушиваем закрытыми глазами у нас появляются определенные образы которые соответствуют то тому повествованию которым идет речь в сказке мы это повествование видим виде неких образов ну как обычно до любую сказку если вы слушаете да либо например если вы любите слушать аудиокниги у вас все равно появляется представление того о чем вы слышите ну здесь вот примерно то же самое когда сказка заканчивается мы выключаем музыку и начинаем разбирать вот эти вот образы которые появлялись во время сказки все сказки они разделены на определенные блоки то есть если мы не разбираем например сказку про изобилие про изобилие то там блоки разделены на общие принятые человеческие ценности и вот как раз таки то что вы видите в этот момент а в этих блоках с моей помощью и моей интерпретации мы увидим какое отношение у вас например может быть по отношению к детям на как какое у вас отношение с вашими партнерами друзьями близкими людьми какое у вас отношение с вашей семьей какое у вас отношение к финансам какое у вас отношение к профессиональной сфере какое ваше отношение к вашему предназначению то есть вот здесь вот разные образы которые всплывают и мы вместе с вами начинаем интерпретировать то есть вы мне говорите что я вижу я возможно задаю вам уточняющие вопросы для того чтобы более подробно разобраться в этой теме и даю вам интерпретацию вот это вот все такая достаточно глубинная работа она и помогает диагностировать ваше отношение к чему-либо ну в данном случае кто или иной ценности которые очень важны в конечном итоге что вы получаете да по выходу на выходе вы можете увидеть например какие-то блоки которых я уже говорила возможно какие-то ваши страхи поскольку это все-таки образы идут из бессознательного и они не отфильтрованные нашим умом то есть они не придуманы и они так или иначе будут показывать то как мы относимся например к своим детям то как мы относимся к своим партнером до к друзьям если бы какие-то предательства то вы это увидите в образе так или иначе это очень интересная такая творческая работа что она дает на выходе она может показать какие-то ваши страхи может показать ваши блоки может показать и что-то даже хорошее позитивное какое-то например ваше отношение к финансам что она легкая что деньги к вам приходят например тогда когда вы находитесь в каком-то позитивном настроении исходя из этого уже понимаете что если деньги к вам приходит на эмоции то единственное что вам нужно делать это не париться о том как заработать просто получать как можно больше эмоции тем самым будете притягивать деньги то есть это дает некое такое понимание своей жизни и себя намного лучше но здесь есть одно но как показывает моя практика до по поводу этих сказок главный очень важный момент это готовность работать то есть если вы приходите просто из любопытства попробовать посмотреть а что мне сказка покажет то мой опыт показал что таким людям знаете которые в принципе не совсем готовы и мы не интересно а если мы не интересно то и и мне интересно погружаться и разбираться в этих образах то есть получается так что ну а по сути ты мне ничего нового то допустим и не сказал что-то новое себе я не узнала получил просто допустим подтверждение того что я уже знаю и вот это вот выходит на самом деле из того что человек не был готов работать да именно работать именно углубляться именно желать узнать о себе чуточку больше здесь вопрос не связан с тем что там например я не могу медитировать или у меня сложности с каким-то воображением здесь основной момент как и во всех мне кажется практиках это внутренняя готовность это внутреннее желание и готовность она предполагает открытость она предлагает доверие она предполагает то что я хочу услышать что-то и безусловно когда есть это желание вы обязательно что-то новое услышите о себе вы обязательно что-то увидите а когда вы идете ну так знаете как там и не очень то и надо было да то мне кажется это просто слив моей энергии слив ваших денег то есть таком случае вам этот продукт не подойдет что касается самой сказки что одна что и другая что про здоровье что про изобилие они были написаны мною это не откуда вот взята эти сказки были продуманы в том формате что происходит с главными героями с чем они сталкиваются почему именно там звучат вопросы во всех сказках в одной и другой почему именно такие вопросы почему они в таком формате заданы то есть это достаточно такой знаете продуманный момент это не просто как бы так сказать сделано ради того чтобы было сделано то есть во всем принципе все что я делаю до из своих продуктов есть определенный глубокий смысл есть конкретная цель и все что происходит она по идее должно вам давать ту глубину которая в принципе транслирую на своем канале почему сложно рассказать для кого это этот продукт и в чем его польза потому что работа с бессознательным ты никогда не знаешь с чем ты столкнешься потому как а неизвестно чем мы наполнены внутри то что насколько вот это вот глубина и многослойность каждого из нас присутствует поэтому сказать сто процентов что этот продукт дойдет человеку там и он как-то излечится это не сказка терапия вы не не излечитесь ни из чего не нет чего но с другой стороны у меня были такие клиенты которые например пройдя сказку о здоровье увидели о том что они неправильно питаются они так и знали что они питаются фастфудом и это неправильно но когда ты увидишь это когда ты например клиентка тогда увидела что она ест пластмасс в прямом смысле то есть вот эту искусственную еду не настолько стало плохо настолько и и стошнила что это послужило как раз таки пересмотрению своего рациона и человек после этого стал замечать что он питается более правильно и как следствие конечно же пищеварительный тракт стал работать намного лучше я перестала быть вздутие перестали быть какие-то болевые моменты опять-таки нельзя сказать что сто процентов он исцелился из-за сказки но что-то изменилось его сознание поэтому сказка она в принципе направлена на то чтобы изменить стать более как-то вот осознанным но я не могу сказать что это сказка делает это делаете вы поэтому я сказал самый главный важный пункт для работы с диагностическими сказками это вот как раз таки ваше внутреннее желание это ваша внутренняя готовность были люди которые увидели свои шаблоны по поводу родительских каких-то семей и их воспитание и это как раз таки и повлияло на то что допустим человек не может создать счастливую семью а в каких-то моментах это были моменты когда человек осознавал его отношение к финансам в чем трудности в чем затыки такое тоже может быть поэтому сто процентов скажет вот это вот подойдет вам и не подойдет кому-то другому я не могу здесь только методом как-то вот взаимодействие и поэтому этот продукт он и или это услуга как правильнее было бы сказать она такая достаточно неоднозначная но продолжительность работы с диагностической сказкой у нас примерно примерно три часа что вы понимали потому что где-то около получаса у нас идет каждая сказка и вот примерно там дополнительно два два с половиной часа и раз разбираю ваши образы и то что происходит внутри вас конечно в моменте мы можем рассматривать еще если всплывут некие такие убеждения покопать еще дополнительно до чтобы разобраться то здесь мы используем больше даже некой такой некой формат коуч сессии в принципе так они были разработаны эти сказки но однозначно если бы меня спросили рекомендую ли я я бы сказала что да но опять-таки для людей которые любят этим заниматься это также то что подходит например людям которые любят всевозможные психологические тесты есть люди которым абсолютно все равно а есть люди которые ну которым нравится да вот как решать какие-то ребусы головоломки есть люди которые любят я очень люблю психологические тесты да где я вижу и обязательно их пройду потому что мне интересно таким образом я что-то дополнительно возможно узнаю о себе поэтому вот эти вот диагностические медитативные сказки они и направлены скорее всего для будут полезны тем людям которые хотят узнать о себе чуточку побольше но для этого должно быть ваше желание то есть если у вас нету желания погружаться в это если у вас нету желания знаете в чем у меня сложности в интерпретациях образов не то что сложно понять о чем они а сложность в том что человек не готов взаимодействовать то есть он не просто выдает какой-то образе когда я начинаю задавать наводящие вопросы для того чтобы уточнить восприятие клиента да какие ассоциации и иногда если я слышу такие вопросы ну я не знаю ну вот ну как это может быть но я не понимаю то есть я вижу что у этого человека нету готовности работать то есть ему все равно вот вот таким людям да если вы наблюдаете за собой что когда он задает вопросы вы как-то ну я не уверена ну вот ну такое знаете как будто бы мне не очень-то и надо вот если вы за наблюдаете за собой то это что вы такой человек то вам этот продукт не подойдет потому что им не будет трудно с вами работать то ощущение что вот я прям вытаскиваю щипцами из вас какую-то информацию очень сложно работать с такими людьми поэтому вот таким людям тоже не подойдет это диагностическая сказка а вообще очень интересный продукт очень интересное состояние вот это вот глубина погружения весь сам этот процесс когда тебя разбирают по частям и ты не обращаешь внимание тебе кажется что вот просто какой-то там образ например появился некий медведь либо появился какой-то заяц а за этим скрываются какие-то более глубокие смысл и когда ты их разбираешься удивляешься как так один образ а в нем оказывается столько много глубины но для этого нужно это хотеть поэтому я вам рекомендую приходить если вам это интересно в описании к этому анонсу будет ссылка на документ мои услуги вы можете перейти по нему и более подробно почитать про эти сказки стоимость как это оплатить и я жду вас всем пока пока